Теперь нам нужно сделать еще некоторые приготовления. Для начала создадим необходимые второстепенные страницы. Итак, давайте перейдем во вкладку страницы. Во-первых, нам нужно переименовать страницу «Мой аккаунт» в личный кабинет. Для этого мы наводим курсор мыши на название страницы и в появившейся панели кликаем «Изменить». А затем в появившемся редакторе в поле названия страницы вводим новое название «Личный кабинет», а затем сохраняем изменения. Теперь нам нужно добавить страницу, на которой мы будем отображать избранные товары, то есть те, которые понравились клиенту. Для этого на экспресс-панели наводим на значок «Плюс» и выбираем страницу. В появившейся панели задаем для страницы название и сохраняем изменения. Далее нам нужно создать страницу, на которой мы разместим информацию о магазине и которую будем выгружать в слайдер на главной странице. Итак, создаем страницу по уже известной вам схеме и в качестве названия вводим «Tracy – стильный бутик для вас». Далее задаем аватар изображения для данной страницы. Для этого открываем вот эту вкладку и кликаем по кнопке «Подгрузки изображения». После того, как изображение подгружено, мы сохраняем изменения. Вам нужно будет два раза нажать на данную кнопку. Теперь по известному алгоритму создаем страницу «Контакты». Пожалуйста, у нас все готово. Также мы будем подключать к нашему магазину информационный блок со статьями. Поэтому нам нужно перейти во вкладку «Записи». Как вы видите, у нас имеется одна шаблонная запись. Давайте подредактируем ее. Нам нужно навести на нее курсора мыши и кликнуть по ссылке «Изменить». Все в точности так же, как и у страниц. Итак, в появившейся панели мы в первую очередь вводим название для записи. Относить к рубрике эту запись не нужно, ведь она уже на автомате отнесена к базовой шаблонной рубрике. Рубрики для записи – это то же самое, что категории для товаров. Добавлять информацию на страницу нужно в виде блоков. Для добавления блоков кликаем вот по этому значку «Плюс». Текст изначально можно добавить в двух блоках – в виде заголовков и в виде абзацев. Так как панель редактирования текста при добавлении в абзацах довольно ограниченная, и вполне неудобно редактировать текст при разбивке на абзацы грубо по два предложения. Поэтому мы установили плагин, расширяющий эти возможности редактирования. В результате чего WordPress нам создал еще один блок для добавления текста. С помощью него мы будем добавлять текст на страницу. Вообще решите для себя, через какой блок вы будете добавлять текст. Через абзацы или через классический параграф. Так как использовать оба этих блока не рекомендуется. Используя и абзацы, и классический параграф, вы на выходе получите довольно-таки различный шрифт. А это будет выглядеть крайне некрасиво. Вообще, самый оптимальный способ добавления текста на страницу следующий. Вы вводите нужный текст в Microsoft Word, оформляете его, то есть устанавливаете соответствующий шрифт и размер, а также цвет. Я обычно выбираю шрифт Book Antica с размером 14 пикселей, это для обычного текста. Итак, вы оформили текст в Microsoft Word, затем просто его копируете, переходите на страницу и вставляете в добавленный блок. Лучше, если это будет классический параграф, вот так. Пожалуйста, у нас все получилось. Кстати говоря, блоки можно менять местами, но об этом поговорим позже. Так же, как и о других блоках формирования страницы или записи. Кстати, эти блоки называются виджетами. Итак, теперь подгружаем аватар изображения записи по такой же схеме, как и у страниц. После того, как изображение подгружено, нам нужно сохранить изменения. Теперь по этому же алгоритму добавим еще две другие записи. Все так же, как и в прошлой записи, только единственное отличие от той шаблонной записи заключается в том, что эту запись, так же, как и следующую, нам нужно отнести к рубрике, через которую мы будем выгружать эти записи на главную страницу. Итак, мы открываем вот этот раздел, кликнув по нему левой кнопкой мыши и отмечаем галочкой в чекбоксе возле единственной существующей рубрики. Вот так. Теперь сохраняем изменения. Также кликаем два раза по кнопке. Теперь по точно такому же алгоритму создаем следующую третью запись. Посмотрите, у нас все получилось. Теперь нам нужно изменить шаблонное название рубрики, например, на модные новости. Для этого кликаем по разделу рубрики, который находится во вкладке записи. Наводим курсор мыши на название рубрики и на появившейся панели кликаем изменить. В новой панели, вот в это поле, вводим новое название. Запомните, вот в это поле, а ни в коем случае не в поле ярлык. Или собьете ссылку переадресацию на рубрику записей. Итак, вводим новое название и сохраняем изменения. Теперь давайте займемся настройкой функционала избранных товаров. Для этого наводим курсор мыши на эту вкладку и выбираем список желаний. В появившейся панели мы удаляем заголовок избранных товаров из вот этого поля, для того, чтобы исключить его дублирование, так как на странице будет уже отображен заголовок страницы избранные товары. Чуть ниже, из раскрывающегося списка, выбираем страницу для одображения избранных товаров. Давайте выберем страницу избранные товары, которую мы создали чуть раньше. Чуть ниже, если захотите, можете изменить местоположение кнопки добавления в избранное в карточке товара. Далее, вот в этих областях мы можем изменить название заголовков кнопок и ссылок по управлению функционалом избранных товаров. Больше я обычно никакие опции не меняю, а просто спускаюсь в самый низ и сохраняю изменения. Далее нам нужно обратить свой взор на вот эту область, а точнее на вот этот малозаметный шорткод. Вам нужно его выделить и скопировать. Затем мы переходим во вкладку страницы, наводим курсор мыши на вкладку избранные товары и кликаем изменить. В появившейся панели мы сначала кликаем левой кнопкой мыши вот сюда, а затем чуть ниже, в результате чего на автомате активируется виджет «Классический параграф». Это вам еще один чит-код. И именно в этот блок мы вставляем скопированный шорткод. Вот так. Вставкой этого шорткода мы тем самым настроили выгрузку товаров, добавляемых в избранное, именно на этой странице. Далее сохраняем изменения. Теперь давайте снова перейдем во вкладку «Все страницы». Переходим в режим редактирования страницы «Личный кабинет» и под имеющийся шорткод, означающий выгрузку функционала личного кабинета, мы вставляем шорткод избранных товаров, тем самым разместив избранные товары еще и в личном кабинете. Далее сохраняем изменения. Но все бы ничего, но наши клиенты не будут иметь возможность регистрироваться на сайте, так как мы это еще не настроили. Давайте сейчас это и сделаем. Для этого мы переходим во вкладку «Настройки», в новой панели устанавливаем галочку на опции «Любой может зарегистрироваться», после этого спускаемся чуть ниже и сохраняем изменения. После этого нам нужно подкорректировать панель управления сайтом, для этого наводим курсор мыши на вкладку «Внешний вид» и выбираем «Виджеты». Слева находится секция с виджетами, а справа область с виджет-зонами. Виджеты – это готовые решения по размещению самых популярных элементов сайта, такие как текст, изображения, слайдеры, формы и многие другие. Виджет-зоны – это специально выделенные области для вставки виджетов. К виджетам мы вернемся еще позже. А пока нам нужно удалить из виджет-зоны «Main Sidebar» весь этот мусор, кроме виджета «Meta». Для удаления мы просто открываем каждый виджет в виджет-зоне и кликаем по ссылке «Удалить». Пожалуйста, я очистил данную виджет-зону. Вроде все нормально, но при регистрации ваших клиентов на сайте у вас будет размещена стрёмная панель авторизации. Для настройки панели мы переходим вот в эту вкладку. И видите, вся стрёмность заключается в вот этой иконке, которая выдает, что ваш сайт сделан на движке WordPress. Ведь по факту ваши клиенты будут производить регистрацию на сайте через ту же панель, что и вы. Только для вас формируется ссылка как для администратора, а для них как у подписчика. Но не волнуйтесь, эти косяки мы сейчас уберем с помощью этой панели. В общем, с помощью нее можно вообще преобразовать эту панель авторизации. Но я покажу только, как заменить значок WordPress. Для этого мы проходим вот в эту вкладку, спускаемся вниз и кликаем по кнопке «Выбрать изображение». Лучше всего в качестве изображений подгружать иконку размером 512 на 512 пикселей. Ссылка на сайт с иконками будет доступна в описании. Просто кликните по «Дополнительные материалы». Итак, подгружаем иконку и, пожалуйста, теперь все выглядит намного лучше. Итак, мы сохраняем изменения, а затем закрываем панель. Как вы помните, мы ранее создавали две страницы. Одна для размещения информации о магазине, а другая для контактов. Давайте их наполним. Но для этого нам нужно создать слайдер, навигационную карту и форму обратной связи. Этим мы и займемся на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok